Второй год подряд январь преподносит новосибирцам мусорные сюрпризы. Из-за смены перевозчиков в каникулы часть площадок утонула в праздничных отходах, а в Ленинском районе прежний владелец вообще раньше срока вывез принадлежащие ему баки. Ситуацией разбирался Александр Попов. Традиционно в новогодние праздники растет количество покупок, потребляемой еды, а вместе с тема отходов. Мусор скапливается на площадках. Однако к концу каникул с мусорным коллапсом худо-бедно, но справлялись. В этом году не удалось. Баки переполнены, а кое-где они и вовсе исчезли. Мнения жителей разделились. В одном и том же дворе можно найти различный взгляд на работу регионального оператора. Всегда такая, не бывает, то вывозят, то не вывозят. Вы знаете, вот нет. Вообще-то ребята вчера вывозили, сегодня, я вижу, наверное, не были. Сейчас в Ленинском районе мы не нашли больших завалов. Хотя в начале года действительно одна из управляющих организаций, которая и занималась вывозом, совершила демарш. Перевернула баки, отказалась от прежних договоренностей с рекоператором. От 30-го вечера мы не приняли такое решение, стали забирать контейнер. И вот картинки, которые в интернете видите, оранжевые вот эти бачки перевернуты, это вот как раз они. На своем жилом фонде, представляете, на своих домах, для своих жителей вот это сделали. В новогодние дни пришлось в срочном порядке устанавливать емкости на более чем 400 пустых площадках. По всей области в этот период между царствием перезаключения контрактов на перевозку появилось более 4000 баков. И не только в Новосибирске, но и в области процесс не проходит гладко. Ну и как красиво это смотреть, приятно. Ну неприятно смотреть на такую грязь, честное слово. У нас такого никогда не было во дворе, никогда не было. Вот только вот этот вот год. Последний мусоровоз утверждают жители улицы Горького. В Болотном был здесь 30 декабря. В частном секторе таких завалов нет, так как мусор складывают пока в ограде. В транспортной компании сетуют на самих жителей. Наша техника работает со второго числа регулярно. Многоквартирные дома вывозятся ежедневно. Жалобы возможны в тех местах, где отсутствовали подъездные пути к контейнерным площадкам из-за снега. Либо из-за припаркованных его транспорта. Есть проблемы в Искитимском, Барабинском районах. Однако тяжелые праздничные дни, когда количество мусора увеличивается в разы, закончились. Есть надежда, что и кризис миновал. Маршруты отстраиваются. Я тоже думаю, в прошлом году мы полтора месяца по районам настраивали систему. В этом году, я думаю, еще неделя, и все будет в норму. В городе, со слов рекоператора и мэрии, остались лишь единичные проблемные места. И то из-за отсутствия подъездов к площадкам. Последний вопрос, который предстоит решить, это вывоз так называемых сеток. То есть это раздельный сбор мусора во дворах. С оператором ведутся переговоры. Не подписан был еще на утро договор. Надеюсь, что сегодня в течение дня будет подписан. И таким образом начнется вывоз в том числе этих сеток. К тому же продолжает установку новых емкостей. В результате в резерве рекоператора на сегодня около 2000 баков. Также с сегодняшнего дня в области на дороге вышел практически весь парк техники. Более 500 мусоровозов и погрузчиков. Александр Попов, Андрей Дулепов. Новости ОТС.